Лео рисует? Тыквы мелками, а раскрашивать акварельными красками. И все это нам понадобится. Все сразу и то, и другое. Акварельные краски сочные и яркие Лео. Конечно же, берем мелок и зовем друга. Друг, иди к нам. У вас, ребят, свой друг, а у нас Лео. Я здесь, и я хочу с вами рисовать, конечно же. Ребята. Начинаем. Тыква большая. Большая, большая, большая. Самая, самая большая тыква. Хорошо. Большую тыкву рисуем. Ребят, вот так мы рисуем большущую тыкву. Осенняя, большая тыква. Урожай был большой. Ага. Нарисовать овальчик. Это я буду ребятам говорить, чтобы они успевали. Хорошо. Ты мне будешь помогать очень хорошо. Дальше. Кого же мы хотели нарисовать? Кошку, собаку? Кошку. Кошку хотели нарисовать. Хорошо. Рисуем кошку, ребят. Рисуем кошку. Кошка имеет тоже кружочек. Это ее голова. Она голова, и она круглая. У кошки есть ушки. Два ушка нарисуем. А в ушках еще маленькие ушки. Такие домики. Получилось, ребят, у вас? Я думаю, ребят, получилось. И уже дарит проглядываться, что это будет классная картина. Глаза будем рисовать. У, Лео, конечно же, обещаешь. Конечно же, глаза. Забыл с самого начала на голова глаза начинать рисовать. И, конечно, зрачки такие. Раз, как у кошки. И два. Вот теперь кошка у нас настоящая. Есть носик, есть улыбочка. Вот она, наша кошка. Кошка сидит тыкве и ждет Хэллоуина. Хэллоуин это классный праздник, когда можно тыквы рисовать и весело проводить время. Хе-хе. Хе-хе. Давай рисовать тыкву скорее. Такую страшную, страшную. Ребят, мы страшную не будем рисовать, мы будем среднюю рисовать. Нарисуем сначала лапки кошки, она вылезает из тыквы. Это очень будет нежно и мило с ее стороны вылезти из тыквы. Вот она, наша кошка, вылезла из тыквы. После этого нарисуем части дольки тыквы. Тыква имеет дольки, да? Ага, как апельсинчик, например. Ну, хорошая идея, о, хорошая. Напомним, ребята, как апельсинчик. Вот так вот. Или как арбузик мы режем часто. Вот так на дольки. Вот так у нас получается. Ах, тыква. И тыква, конечно же, она имеет какие-то рожицы. Обычные рожицы, даже. Я, да, люблю тыквы и с рожицами. Надеюсь, что в этом году мы много-много с тобой нарисуем. И порисуем и полемим. Ребят, мы не только первый раз рисуем тыкву, но еще будем возвращаться и возвращаться. Нарисуем улыбочку для нее, для нашей тыквы. И два глазика. Просто треугольнички. Вот так вот. Раз, два и три. Закончен наш рисунок и пора раскрашивать. Постой, постой, постой. Ой, Макс, мне кажется, мы не нарисовали еще одну главную вещь для кошки. И это усы. Усы. Хорошо, нарисуем усы. Ты прав, Лео. Конечно же, усы это важно. Я заметил еще вторую вещь. Ой, какой же. Ребят, вы видите вторую вещь, что нужно для кошки? Ребят, ну вы можете написать в комментариях. А так, в принципе, я думаю, все догадались, что нужен хвост. У кошки должен быть хвост у нашей тыквы. И теперь-то мы можем все раскрасить поэтапно. Мелок восковой убираем. Он нам больше не понадобится. Берем кисточку. Лучше взять плоскую, широкую кисточку. Вода нам понадобится. И намочим как следует нашу кисточку. Берем желтый или оранжевый. Я беру оранжевый. Мне очень нравится оранжевый тыквы. И закрашиваем всю нашу тыкву поэтапно. Ого. И это не сложно. Конечно же, раскрашивать красками очень легко. Особенно акварелью. И особенно тогда, когда ты уже нарисовал весь рисунок. Весь рисунок восковым мелком. Тогда, как бы ты не раскрашивал, твои краски не будут вылезать за границы. И будут оставаться, например, оранжевая тыква. Останется оранжевой тыквой. И не растечется на зеленую травку. А мы что, зеленую травку будем рисовать? Конечно же, ребят, сейчас будем рисовать зеленую травку. И это обязательно оранжевый цвет. Замечательно будет выглядеть, если рядом будет у нас зеленая травка. Это будет очень-очень красиво. Эти цвета дополняют друг друга. Зеленый цвет. Зеленый цвет. Их вот так вот покрасим, покрасим, покрасим. Раз, 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 раз. И, конечно же, оранжевая тыква. Это супер самое яркое, что у нас есть в месте сочетания цветов. И они очень приятно смотрятся. И действительно так. Очень красиво. А теперь кошка. Какого цвета кошка будет? Я думаю, кошку давай сделаем черным. Она сочная, яркая будет. И черный цвет мы будем использовать здесь по правилам. Намочим сначала немножко его. Позюкаем. А после этого берем и красим хвост кошки. А потом все остальное. Это не очень сложно. И тоже стараемся за крайне заходить, ребят. Стараемся не спешить и красить. Не спешите красить. Глаза закрашивать не будем. Не очень много воды добавляем. И красим, красим, красим. Если, ребят, не успеваете, то ставьте на паузу. Мы с Лео всегда подождем вас. И когда вы закончите, вы можете прислать нам ваш рисунок. А расскажи, как прислать. Я знаю, что все хотят прислать. Мне пишут, как прислать, как прислать. А я не знаю, что сказать. Ребят, это очень легко сделать. Возьмите ваш рисунок, сфотографируйте. И сделайте сториз в инстаграм. На открытом аккаунте напишите. Собачка Лео рисует. Отметьте нас, наш аккаунт. Конечно, сначала подписывайтесь на нас. И тогда вы можете делиться с нами рисунками. А мы будем делиться с вами тоже рисунками. Будем вам присылать. И репостить ваши рисунки. Это очень интересно. Я скажу честно для родителей. Потому что это еще один стимул рисования с нами. Для ребят. Вот такая у нас получилась кошка. Тыква. Кошка. И еще я хочу сделать голубое небо. Немножко воды рядышком. Нальем немножечко. Немножечко воды. По всему небу. Вот так. Вот так. А потом возьмем голубой цвет. Голубой или синий. Какой хочешь, конечно, бери. Мне нравится вот такой цвет. И после этого немножко подкрасим вокруг. И тогда у нас будет просто замечательно чудесная картина. Черная кошка в оранжевом. В оранжевой тыкве. Очень красиво. На зеленой травке. И синее-синее небо. Так, как будто холодов осенних еще и не было. И мы еще вполне много еще можем порисовать на Хэллоуин. Так что, ребят. Рисунков Хэллоуина будет много. Ого. Это хорошо. Я люблю Хэллоуин. И люблю тыквы. И люблю хороших животных. Добреньких. Таких как кошечки. И тогда, ребят, приходите, подписывайтесь. Лео Рисует легко найти. В инстаграме, на ютубе и в тиктоке тоже. Ставьте нам лайки и делитесь своими работами. До новых встреч, ребят. Пока-пока. Пока.